Не совсем свободный въезд. Теперь в Южную Корею туристы должны брать дополнительный пакет документов. Понадобится распечатанный обратный билет, ваучер в гостиницу и выписка с банковского счета. Так, в стране решили бороться с нелегальной рабочей силой. По сравнению с 2014 годом, в 2015 году отмечалось увеличение числа граждан, находящихся на территории Республики Корея, нелегально. К сожалению, в 2016 году мы по-прежнему наблюдаем тенденцию увеличения их числа. Очень важно, чтобы туристы, въезжающие в Республику Корея, смогли доказать, что целью их визита действительно является туризм. Не обернется ли борьба с нелегалами, трудностями для обычных путешественников. В ТОР-агентствах уверяют, те, кто пользуются их услугами, этот пакет документов брали с собой и раньше. А значит, вероятность, что на границе туристов развернут обратно, незначительно. Выбирают это направление, будут каникулы, поедут каникулы. Сейчас в Сеуле хорошая пора, приятная весна, начинается пора цветения, подкупают парки. Естественно, сейчас идет сбор клубники, поэтому ТОР в Корее востребованы. В страну-соседку приморцы летают с завидной регулярностью. Большинство самостоятельно покупает билеты, бронирует гостиницу. Рюкзак, загранпаспорт, банковская карта и в путь. Таким туристам придется менять привычки. Если они не предоставят пограничникам нужные документы, их отправят домой. Причем за собственный счет. На границе незнание законов чужой страны не освобождает от ответственности. Наталья Ладудько, Михаил Павлов, Панорама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова